День рождения у короля, а не у тебя. Мне уже начинают нравиться все девушки. Фак. Я был на этом матче. Ты был на этом матче? Да. Да, здесь виски, виски. Я не знаю, виски. Марта, я тебя люблю, надеюсь, ты ко мне приедешь скоро. На здоровье! На здоровье, дорогая! Секс-клуба. Что секс-клуба? Что такое? Ты хочешь по секс-клубу? Не, ни разу нет. Всем привет! Сегодня 27 апреля, и сегодня у меня день рождения. За что вам большое спасибо за поздравление. Блин, прямо говорю, прямо стихами. Такая ситуация необычная, как бы, получается, как бы, надо радоваться день рождения. Хотя я радуюсь, что возраст летит, конечно, но ситуация с этим вирусом, вот это все, и даже не знаешь, как это праздновать. Вот сегодняшний день я буду снимать такой, ну, не то, что блог или что-то, наверное, так и назову там, один день из моей жизни. Я буду стараться снимать это все, и как-то выкладывать в Ютубе, делать какие-то нарезки, там, туда-сюда, ну, чтобы как-то, не знаю, ну, чем-то заняться, одним словом. То, что реально с массой можно сидеть дома. Вот даже с сегодняшнего дня думаю, что, если нет максимума завтрашнего, я, смешно сказано, конечно, что начну уже бегать, заниматься на велосипеде, ездить куда-то дальние дороги на велосипеде, все снимать, все. Что-то, чтобы интереснее было, как-то проводить свое время, а то, не знаешь, сколько останется там в этой жизни, не то, что из-за этого вируса или чего-то там, ну, все равно как-то, никогда не знаешь, что может случиться, а так хотя бы провести свою жизнь и удовольствие. Кто-то, если будет смотреть эти видео, эти нарезки, как говорится, вот это все, кому-то, может, интересно, кому-то скажут, что какой-то дурак он, что этим занимается или что-нибудь, ну, у каждого есть свое мнение, каждый человек думает о том, что он хочет. Поэтому я всем вам желаю, во-первых, здоровья, чтобы вы не болели и чтобы вы были здоровы, все ваши семьи, все. И вообще, как-то, надеюсь, люди не будут отдаляться друг от друга, как это, то, что у меня такое чувство, что люди начинают уже отдаляться друг от друга полностью. Это есть проблема, как бы. Будьте счастливы и надеюсь, мы скоро все увидимся и с футболом, и я не такой, как бы, ведущий какой, ну, вообще никакой, если честно сказать, ведущий, ну, хороший, ну, смотря сколько выпью, конечно. Ну, по крайней мере, буду стараться что-то делать такое. Так что, всем добра и мира и счастья. Сейчас первым делом хочу сказать, что иду на встречу с Димоном. Димон – это Дима Ильясевич. Сегодня собираюсь ему дать машину. Хочу свою девушку отвезти, посмотреть на цветы. Ну, знаете, это там где Керкенхоф, ну, там, правда, он закрыт. Правда, мне только что сказали люди, которые там живут, что там все, что там не пускают уже вроде бы люди. Так что, не знаю, как Дима на этот отреагирует. Ну, пожелаю ему удачи. Вот, это Димон, я к нему шел на встречу. Всем доброе утро. Да. С днем рождения. О, кстати, Дима мне на день рождения. Это первый подарок у меня сегодня с днем рождения. День рождения у короля, а не у тебя. А, кстати, извините, пожалуйста, за мое. Такая наглость. А ты заслужил. Спасибо, Дима. Выхожу в город с ребятами сейчас. Будем встречаться. Типа празднуем мою днюху. Вы как три богатыря прямо идете. А тут перчатки, как я, молодец. Колангал закрытый. Че, надо брать? Да че непривычно, бля, попрекалывайся. Бля, бля, единственное, что я обломался, что пока батарея слабая здесь. Ладно, потом. Че, давай, говори что-нибудь. Поздравляй, говори, что ты в эфире на ферзе. Поздравляю с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего. Чтоб ты был здоров. Всего тебе самого-самого лучшего. Присоединяюсь, к словам моего брата, желаю всего самого лучшего, успехов в тренерской карьере, чтобы ваша команда постоянно выигрывала, занимала достойные места и достойно сдержалась соперником. Днем рождения, с самого на лучшего. И успехом со всем. И побольше, чтоб этот вирус закончился, начать играть. Спасибо. На такой дистанции вот люди идут сзади. Типа идем вместе, а на самом деле такая дистанция. Виталяша там что-то смеется. На, Виталяша, смотри сюда. Вот таким образом наши пацаны отмечаем мою днюху, блядь. Еще на, короче, на море. Все, давайте, спасибо. Молодцы, ребят. Вышли. Хоть что-то? Что не побоялись. Рискуем жизнью. Майвезер, это был вообще прикол. Прикол там был не в том, что как Майвезера встретили, а прикол, как Виталик бегал за ним, блядь, давай сфоткаешься, там что-то такое, паники такие, блядь, хамбалы по, не знаю, там, блядь, блядь, реально здоровые. По метру, наверное. Не, они не в высоту, они такие толстые. Да, он, у него есть самолет для охранников. И он, слышишь, он говорит охранникам стоять, типа, он типа. И такой, блядь, заходит в Виталику, говорит, что ты хочешь? Вот тебе раз, тебе раз. А Виталик, блядь, у него лицо поменялось, все, он не знал, что сказать, что он хочет уже. Давай на самолете. А я уже катался здесь. 45 евро. 50 евро я платил, да. На таком, да? Да. Я, он еще вот так делал. Переворачивался, знаешь. А у меня большая камера вот такая была. У меня камера летала. С самолетом летала? Нет, я, ну, я был вот пилот, и я рядом с ним. И у меня огромная эта камера, чтобы видеть, что футбол снимает. И, короче, когда он делал вот такие, знаешь, он вот так вверх ногами перекручивался самолет, у меня камера, он такой, что я ловил ее, блядь. Может устраиваться больше, чем езжем? Когда? Сегодня. Где, как ты можешь? Это надо заранее, за вказы. Четыре человека в самолете. Я с пилотом рядом, еще двое парней. Ну, я боялся, я первый раз в жизни тогда самолетом летал. Ну, как первый, я один раз летал. И этот. Я реально боялся, блядь. Ну, потом сел как-то не... Нормально. Передай Марте привет от Совет Юнайтед. Марте, привет, я тебя люблю. Че она, че она там, страдает одна? Да, страдает, бедненька, нет ее парня. Скучно ей, на улицу не пускают, без масок. Ну, че, скажи ей что-нибудь такое, чтобы она услышала от тебя, что... Марта, я тебя люблю, надеюсь, ты ко мне приедешь скоро. Все? Ну, что, ребята, вам скажу. Ну, ситуация такая, что ребята пошли за бухлом. Или, как правильно сказать, за выпивкой. Остался я здесь и вот с Давидом. Он где-то там вдалеке, там... Короче, пока что нам удается выпить. В честь моего дня рождения. Настроение поднимается? Настроение поднимается. Мне уже даже нормально поднялось, что я могу уже падать в воду, купаться. Посмотрим, что дальше будет. Дай бог, чтобы не было никаких проблем, но так все нормально. Так что подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. И, короче, все будет окей. Вот так получилось, что наши ребята сходили в магазин зря. И ничего не взяли. И приходится нам сейчас в другой магазин, вернее, чтобы взять что-то выпить. Но мы не будем ни понижать, ни повышать градус. Так что мы будем пить только тот Боккарди Мохито. Давид, как настроение? Настроение суперское. Не знаю, что будет дальше. Мне уже начинает нравиться все девушки. Вот именно вот это? Да, она тоже красивая. Ну, посмотрим, что будет в вечер. Держим дистанцию и... И что, как? Как? Стукнуло чуть-чуть? Да, давайте. О, прикольно. Лисичка. Я не сказал, что ты бишь. Тогда, наверное, лучше по-русски бы сказал, что ты бишь. Вот. Да, да. Здесь Голландия быстро поймут по-другому. Да, они, естественно, русские боятся. Гриста. Гриста? А, а... Многие люди из Гриста говорят русский. Да? Да. Но как? Ты в вакуации? Нет, нет, нет. Просто стоять здесь. Ага. Да, ты порно-кюра встретил. Хотел сфотографироваться с ним, но не сфотографировался, потому что рядом люди. А мы большой, нашли сам север. Чтобы не заметили. А это где этот фестиваль? На Йохан-Кройхо-Райне. Это Ам-фестиваль. То есть на самом это... Да, на самом стадионе. Я думаю, лучший фестиваль где-то на природе там, да? Да, мы были, мы были с ним тоже. Да, Мистер Ленд. Мистер Ленд, да, вот это типа такое, да? Первый раз у меня были эмоции там. Да, мне не понравилось. Коунингсдаг, да? Да. Да. И уранье, да? Да. Да. Уранье, да? Да. Я был от Русланд. От Русланд? Да. Спасибо. О, спасибо, да. С кем-то самолетами. Ухатан. Мигао? Да, все маленькие. Фондархи с моих фиардах. Хотел я пить? Не, 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 не. Это виски, виски. Нет, нет, виски не пить в фиардах. Я не спелил футбол мир. Нет, я не могла. В фондархи я их одинку врём. Да, спасибо. Вы узнаёте этого человека из Трусковца? Это курорт, всемирно известный курорт, который называется Трусковец. Да, я там два бювета открывал. Что открывал? Два бювета. Что такое бювета? Там где эти лечебные воды есть. То есть в смысле ты открывал? Ты что, блядь, скважину открывал или что? Да, да. Я её рыл, я её бурил. Массажёр, он массажёр простаты. Массажёр простаты? Назар, что ты думаешь о твоём родственнике Виталике? Он играет в футбол, да? Играет или он просто для вида играет? Мне кажется, что он просто бегает и всё. Куда-сюда. Последний матч он был капитаном. Ты что? Он тебе рассказывал об этом или как? Я был на этом матче. Ты был на этом матче? Да. Капец. Виталик капитан, блядь. Ты представляешь? Виталик, наверное, там весь самбор, блядь. Не, ну молодец. Самый старый в команде был. В той команде, в которой он играл. Он ветеран уже, да? Он пиздец ветеран уже, блядь. В той команде, в которой выступал 11 марта 2020 года. Последний матч Совет Юнайтед, который, блядь, сыграл в истории. Не знаю, пока что истории. Не знаю, может дальше история будет. Так это, Виталик был капитаном команды. И вот. И мы выиграли 4-1. Батя Руслан там голевую дал на последнем счете при счете 3-0. Да? Да. Фабиану дал, он такую комбинацию разыграет. Давай я себя разыгромирую, блядь. Ну, вафли эти, чуросы. Вафли, да? Чуросы. Вафли вы покушали, да? Начинаем там ржать, мне было стыдно. То есть ты поел этого кекса, да? Ну да. Мы все поел. Первый раз попробуем. А когда я поел, я сказал, говорил, что это хуйня для туристов. Помнишь, Виталик, да? Я там с собакой разговаривал и говорил, что это свиня, блядь. Помнишь, да? Помнишь, да? Ха-ха-ха. Было видео, но я не знаю, эти видео когда-то распадали. Уже 3 телефона. Не, ну ты мне, ты мне вытянул, скинул что-то, но не все. Ну, я тебе то, что новое сошел, я где-то на компьютере себя сошел эти видео. Видео не надо никогда выкидывать. Всегда надо перекинуть на компьютер или куда-то. Да. Или на этот... Постоянно какой-то Windows, блядь, слетит. Я думал, этот Назар там, блядь, курит, блядь, джойнт или что-то, блядь. Он подкуривает, блядь. Вот, например, Виталик нормальный, Людина. Людина. Как тебя зовут? Назар, Назар. А этот чувак, как его зовут? Давид. Давид. Слушай, Давид, дорогой, как ты? Ты по-грузински говоришь, Давид, да или нет? Да, да, чуть-чуть. Вот, пожалуйста, вот какие-то коробки, блядь. Фак. Хай. Хай. Кингсдей. Кингсдей. Нет, 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 я русский. О, русский. Я люблю русские люди. Серьезно? На здоровье. На здоровье, дорогая. Ты сказал, что здесь, здесь, здесь есть хавчик похавать. Голландцы сказали. Кто голландцы? Какие голландцы? Покажи пальцем. Давай. Давай. Мы идем типа по направлению Давида, где-то похавать. Ну, я не знаю, где мы попадем. Все закрыто. Давай. Виталий, как ты без марта? Очень тяжело. Мне тяжко без марта. Я ее так люблю. Ее нет возле меня. Мне так скучно. Серьезно? Или ты там на камеру играет? На камеру играет. Он просто на камеру играет перед тобой. Смотри на его обманчивые глаза. Смотри, смотри. Никому варта. Не вер никому. Это все ложь и провокация. Назар, скажи, что он пиздец. Он не пиздец. А ты Давид что думаешь? Да он пиздец по плане программы пиздец. Давид, ты о чем говоришь? Секс-клуба. Что секс-клуба? Там... Ты хочешь по секс-клубу? Нет, ни разу нет. А почему нам предлагаешь секс-клубу? Посмотри. Что посмотри? По поцелу. Но ребята же психология у них не очень. Так что могут мозоли нам надереть. Открывается в 8 часов вечер. Вот. А где адрес? Идем? 4,4 километра. Ты пошел? Конечно. Виталик пошел. Марта, ты слышал это? Да, ты любишь Марту, да? Секс-клуб это не для тебя, да? Это не для меня. Марта, ты прости Виталика. Сейчас ситуация такая, что... Я никуда не буду пошел. Ты главное не смотри на его взгляд, а ты посмотри в его глаза. Нельзя, нельзя. Да, он типа никуда не пошел, а глаза аж блестят, блестят. Смотри. Сейчас прямо даже... Адрес далеко, далеко. Вот Назар точно настроен в секс-клуб. Да. Пойдем. Да, Назар? Да, да. Главное, как ты в секс-клубе. А что ты будешь делать в секс-клубе? Ну расскажи. Расскажи, может мы... А зачем сигареты в секс-клубе? Там... А нет, есть, есть, есть. Без сигарет пройдет. Назар, ты расскажи, там в секс-клубе... Ты бывал когда-то вообще в секс-клубе? Я бывал на красных. Ну это не секс-клуб? Ну в секс-клубе я не был. Ну а ты хочешь пойти в секс-клубе? Ну я бы пошел, посмотрел что бы. Ну в смысле, посмотрел или что-то делал бы? Ну я не знаю, что там происходит. Ну поэтому сначала просто бы посмотрел. Ну в смысле, а если что-то происходит, что бы там происходило бы? Не знаю, ну я сначала посмотрел, что там происходит, а потом бы уже... Ты думаешь, ты думаешь копировать кого-то будешь? Что-что? Копировать кого-то будешь? Не знаю, что я буду делать. Я буду импровизировать. ты импровизатор, блин. да. а если там те пацаны подсунут? что? пацаны есть. я уйду нахер оттуда и оставлю его для тебя на самом деле я уже бухой как бы я не знаю что ребята как себя чувствую, но я себя уже блец чувствую бухи немножко да это не вы на музей плайн да говорят что здесь Нарзар не был никогда на музей плайн можно сказать? русский спрятый? Говорите про Русские? Да, из Балгарии. Музыка Хоть Катюша там. Расцветами яблони и груши. Музыка Вот, правильно. Классная музыка. Классно. Я играю, заработаю. Очень плохие полицаи здесь. Да? Плохие. Они гонят? Почему? Не знаю, я спрашиваю. Он думает, болтает что-нибудь. Я не знаю, что я не говорю много. Знаю только маленького. Плохие люди. Я думаю, они не должны кого сгнать. Потому что вы, в принципе, дистанцию соблюдаете. Все нормально. Подождите немножко. Это... Спасибо. Спасибо очень. Вам тоже спасибо за это. До свидания. До свидания. ... У вас. у тебя новые приемы появились красавчик сейчас новая фотка для инстаграма виталика появится посмотрите люди в инстаграме ставьте лайки ставьте нажимайте на колокольчик на подписывайтесь на канал виталика ходится это чувак это вообще левый защитник вообще левый пошел затяжку джойнта походу он должен передавать виталику назар дай ему чтобы он не это не да хочет он бля и он смотрел на него у него аж глаза блестят для елки-палки его дергает джойнта витит сурвайва almost survive 2020 27 апреля День Молдавии. Где ты? В чем городе? С Туба. Я никогда не был там, но я знаю, потому что я знаю о футболке. Ты знаешь? Виталий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня провели прекрасный день с ребятами в городе. Но я пришел сейчас приблизительно домой. Почти домой уже, да? Мне сейчас интересен один вопрос, что остается очень интересным для меня. Смотрю, почему много народу, все возле каналов. Почему людей тянет в воде? Вот этот вопрос остается очень каким-то открытым. Потому что, ну почему? Люди же могут где-то в парке сидеть. Почему именно людей тянет возле воды? Именно вот возле воды. Там где-то какие-то шашлыки делают. Или какие-то там просто сидят, отдыхают, пьют. Или там с друзьями встречается. Вот много народу сейчас, да? Сегодня понедельник. Сегодня день короля. Сегодня я король, да? Ну почему-то их тянет возле воды. Вот мне вот это очень-очень вопрос интересен. Не знаю. Может в комментариях вы скажете какие-то ответы. Дадите какие-то, не знаю, идеи. Ну и с этого, может быть, кто даст лучшую идею, тот и будет какой-то приз со стороны моего канала. Так что давайте думать о идее. Спасибо.